В этом году исполняется юбилей Чернобыля. Я считаю, что это великий гражданский подвиг, который вы совершили. Андрюша, не напоминай ты мне об этом. Это... это не подвиг. Это... Просто... Потому что ничего не понимали, такая глупость произошла. Это... я считаю, что это настолько неправильно, что заказали апельсины и Пугачеву. Понимаешь? Я поэтому... поскольку думаю, ну люди там, мы же ничего не знали, что такое радиация. Когда туда уже приехали, тогда мы поняли, когда нам стали говорить, не ешьте, не пейте. Одежду, в которую вы ходите, значит, вы должны все это сжечь, когда приедете. Или мы у вас ее заберем, вы переоденетесь во что-то в поезде, там, где-то дома. И цветы не брать на перроне. Конечно, это напряг такой сразу. И когда мы вышли на перрон, к нам бегут с цветами, они к нам, а мы от них. Чудовищная какая-то нелепость положения. И, конечно, понахватались там этих реангенов, не так, как другие, которые там работали. Но я так думаю, что вот это последствия, эндокринная система, вот это все, что у Барыкина, что у меня, что у Иры Понаровской, что у Кобзона, собственно, четыре героя, в кавычках, я считаю. Нельзя было этого делать. Нельзя было себе это позволять, в принципе, и тем, кого я с собой везу. Это сейчас уже понимаешь. А тогда думаешь, как же так, люди там страдают. И абсолютное непонимание ситуации. Но ничего другого страна им не могла предложить в ту секунду. Они отдали самое лучшее, что у них было. Ну, наверное, когда посылали, тоже думали, что это, в принципе, ничего особенного. Подумаешь, два-три дня там. Такой рисуночек был. Как радиация на Припяти, значит, она распространяется лепестками какими-то. А мы вот между этими лепестками находимся. В общем, какие-то объяснения детские были. Так что я чернобылец. И все вот эти вот изменения, конечно, и с голосом, и с эндокринной системой. Боюсь, что от этого. В апреле 86-го руководящая и направляющая впервые сбилась с пути. Чернобыльцы творили чудеса, но нужны были и другие ликвидаторы политических последствий. И люди сказали, они говорят, что бы вы хотели. Ну, а люди простые, такие душой, они говорят, нам мы так хотим апельсинов нам сюда, алкоголь, потому что он как бы выводит эти стронцы, и пугачок. Так что я в этом подарочном наборе была. В Чернобыль прилетает Алла Борисовна Пугачева. Обеспечить встречу, есть и пошел выполнять. А сам думаю, неужели Алла Борисовна не понимает, куда она летит. Первый комендант Чернобыля Михаил Бергман сегодня представляет Хакасию при президенте России. А тогда не вполне представлял себе, что делать дальше. Предложили Алле Борисовне одеть защитный костюм Л-1. Она отказалась. Апрель и вправду обманывал радиоактивным дождем. В поезде Пугачеву коротко инструктируют. Ну, мы, конечно, все эти правила нарушили. Ну, потому что сказали, цветы не брать, когда ты вышел из поезда. Мы вышли на перрон, несутся люди с цветами. Что делать? Раньше, может быть, я не совсем понимала фразу, что моя жизнь в чьих-то руках. Но теперь мы четко можем сказать, что мы знаем, что наша жизнь в надежных ваших руках. Нам рисовали картинку, что вот радиация такой ромашкой. Значит, а мы будем вот тут, где нет ее. Конечно, получили. Тогда в зоне поражения ходил черный юмор. Мол, все магазины решением обкома переименованы в радиотовары. После трех часов облучения славой Примадонну зовут в бункер полечиться. Беру трехлитровый бутыль спирта, гранатовый сок. Получился чернобыльский коктейль. Майор, ставший генерал-майором, до сих пор помнит, как готовил певице боевые граммы. Залили половину и пробуем. Начальник тыла говорит, очень крепко. Да, чтобы было где-то градусов 40. Какой-то тост был, видимо, вот как раз и был за советскую армию. Конечно. Слежу Советскому Союзу. И после этого Алла Борисовна попробовала, поставила стаканчик и говорит, а ничего ли у вас нет покрепче? У меня бутылек стоял под стоюмом, и я наливаю. Граммов 40-50, да? Ну, где-то примерно так. Но это чистый был медицинский спирт, 96 градусов. Я предлагаю вам символически вручить нашу форму Алле Борисовне и принятие в нашу семью. Это отражается, прежде всего, на эндокринной системе. Так что у меня вот это до сих пор как-то мешает, потому что все врачи за голову хватаются, а я живу. Выбирай, бежать или жить! Ира Паноровская была, у нее началась какая-то вот такая странная вещь. Барыкин был, у него такая вещь странная. Я была, у меня такая странная вещь с голосом. Причем петь легко, а говорить тяжело. А-а-а-а-а-а-а-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok